В эфире новости в студии Игорь Липский. Здравствуйте! Говорим о главных событиях к этому часу. Подробности далее в программе. Во Владимирской области произошло смертельное ДТП. По информации ГИБДД, авария случилась недалеко от деревни Старые Петушки. 20-летняя девушка, управляя Део Некси, не учла боковой интервал и врезалась в МАН. После этого большегруз столкнулся с отечественным авто марки ГАЗ. В результате ДТП 24-летняя пассажирка легковушки скончалась на месте происшествия. Водителю Део назначено амбулаторное лечение. По аварии в Петушинском районе проводится доследственная проверка. А в Ковровском районе ночью загорелась фура. ЧП произошло рядом с селом Павловское. По информации МЧС, сгорел прицеп и весь груз. В фуре перевозили картофель. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Дознаватели выясняют причины возгорания. В Судогодском районе прошла акция в честь капитана воздушно-десантных войск Алексея Курганова. Он погиб во время спецоперации на Донбассе. Почтить его память приехали первые лица области и родственники офицера. Алексей Курганов родился и вырос в селе Андреева. В 2007 году после окончания школы поступил в Рязанское воздушно-десантное училище. На митинге отметили, офицер выбрал своей профессии, служение Родине и своему Отечеству. В начале марта на территории Донбасса его группа завладела важными документами противника. При отходе Алексея Курганова ранили. За проявленную храбрость ему посмертно присвоено звание Героя России. Именем Алексея Курганова назвали участок площадью 3 гектара в Андреевском лесничестве. Это, наверное, самая лучшая память, причем память, которая останется, в общем-то, на многие, не только десятилетия, но и, наверное, на века. Потому что каждый прошедший здесь, по этому пути, будет знать, что он проходит лес Алексея Курганова. Спасибо уважаемым родственникам за то, что в их семье выросли такие ребята. Алексей был участником разных операций, в том числе в Сирийской Арабской Республике. Прошел путь от командира взвода до командующего разведывательной роты воздушно-десантных войск. Сестра офицера Нина Носкова рассказала, что ее брат был позитивным и жизнерадостным. Старался всем помочь. Для семьи он навсегда останется настоящим героем. Выбрав свой жизненный путь в служении Родине, он со всей ответственностью и гордостью не усправа называться настоящим десантником. Он героически и с честью выполнил свой воинский долг, защищая свою семью, свою Родину. Продолжаем выпуск. Сегодня в России отмечают День оружейника. Это праздник работников предприятий оборонно-промышленного комплекса. Губернатор Александр Авдеев поздравил жителей Коврова, которые трудятся на оборонных заводах. Он отметил их вклад в победу в Великой Отечественной войне, а также в укрепление обороноспособностей нашей страны. Глава региона вручил лучшим работникам предприятий благодарности за успехи в профессиональной сфере и добросовестный труд. В торжествах принял участие заместитель председателя Законодательного собрания области Роман Кавинов. Он напомнил, что в 2011 году Ковров получил почетное звание города воинской славы. Мы, жители Владимирской области, искренне гордимся тем, что Ковров носит и такой титул. Один, наверное, единственный город, который в годы войны, где не было сражений, где не было боев, но, тем не менее, за величайший вклад в дело победы удостоены этого высокого звания. Поэтому еще раз искренне поздравляем Ковровчан с Днем Оружейника. Ну, а участникам съезда от имени депутатов желаем продуктивной работы на благо наших городов, городов воинской славы России. И к другим темам. Жители Вязников обеспокоены судьбой родника в микрорайоне Дечинский. Люди переживают, что источник погибает. Земля свала осыпается прямо в родник. Это место стало опасным и для людей. Подробности расскажем прямо сейчас. На этот родник за водой уходят жители двух микрорайонов города Вязники. Источник кристально чистый. Спуск к нему оборудован лестницей. Это очень удобно, говорят люди. Но ходить за водой сюда стало опасно. Грунт с насыпи каждый день сползает вниз. Уже сдвинуты несколько мостков. Благодаря вот этим вот насыпанным массам грунта, вот эти мостки, которые под нами, ушли влево где-то метром на три. И уже мы наблюдаем частичное разрушение в конце. И практически уже засыпанный сверху родник, который раньше был доступен с правой стороны. И было место для набора широкое. То есть вот этих вот досок разваленных их не было. Проблемы начались весной. Затаяние снега размыло откос автомобильного моста. Вместо того, чтобы провести качественный ремонт, рабочие привезли несколько камазов грунта. И просто вывалили землю на отвал дороги. Местные жители боятся. В любой момент может произойти искусственный ополозень. Если в этот момент здесь будут находиться люди, случится трагедия. Если сейчас начнутся интенсивные дожди или весной таяние снега, то велика вероятность того, что этот мостик просто снесет. Плюс сам родник засыпет этим грунтом. И хорошо, если при этом никто не пострадает, не погибнет под этой насыпью. Со стороны дороги хорошо видно место, где в апреле произошло обрушение. Дыра в ограде заделана досками. Конструкция ненадежная, говорят люди. В районе администрации о проблеме знают. Чиновники поясняют, что уже вызывали на родник комиссию. С нами проведено обследование данной ситуации. Вызывалась специализированная организация, которая обслуживает центральную федеральную трассу. Мы все это обследовали. И у нас есть предварительная договоренность с нашим местным ДСО о проведении там всех необходимых работ, определенной перечень этих работ. В администрации понимают, что обвал грунта может угрожать жизни людей. Чиновники пообещали, необходимые ремонтные работы здесь проведут в ближайшее время. Ирина Начарова, Мария Гончарова и Дмитрий Шаталов. Хирурги Владимирской областной клинической больницы провели сложную операцию и спасли жизнь пациенту с тяжелой патологией печени. Мужчину на скорой помощи доставили из Меленковской ЦРБ. Во время диагностики у пациента обнаружили 20-сантиметровую кисту. Она мешала работе других органов. Операция длилась больше полутора часов. Благодаря профессионализму владимирских хирургов, пациент уже идет на поправку. Применили один из прогрессивных малоинвазивных методов, лупроскопический. На нем мы выявили, то есть операция проводилась из маленьких разрезов, под видеокамеры. Выполнено иссечение этой гликанской кисты, санация ее, тренирование, и удаление всех некротических и гнойных масс, которые находились в этой кисти. После этого оперативного вмешательства состояние больного значительно улучшилось. На третьи сутки он уже вставал. Накануне 18 сентября в России отметили День хирурга. Многие из владимирских врачей встретили его на рабочем месте. На сегодняшний день в хирургической службе областной клинической больницы 11 профильных стационарных отделений. Врачи ежегодно проводят больше 12 тысяч сложных операций. Особое направление – высокотехнологичная медицинская помощь. Современное оборудование и профессиональные кадры позволяют проводить уникальные операции, которые пока недоступны жителям соседних регионов. Это нейрохирурги, очень передовая у нас, отличнейшая операционная. Наверное, таких операционных у нас просто нет в области по оснащенности. Травматологи буквально за пять лет освоили сложнейшие операции. Это по эндопротезированию тазобедренных суставов, коленных суставов, по работе на стопе, на кисти и так далее. То есть это сложные пластические операции, по офтальмологии, в лоротделении. Представлены такие направления, которые не только у нас в области более нигде не освоены, и, соответственно, не оказывается помощь по этим направлениям. Но и соседние регионы, в общем-то, подчас уступают нам и по оснащению, и по подготовленности кадров. И поэтому пациенты едут к нам. Торпеды и химик из Дзержинска провели матч во Владимире. Команды встретились в рамках первенства России по футболу. Как прошла игра и кто победил, расскажем прямо сейчас. С первых минут матча торпедовцы начали атаковать. Черно-белые завладели мячом и быстро дошли до ворот соперника. Но голевые моменты Владимирским футболистам не удалось реализовать. Ошибками игроков торпеда воспользовались гости из Дзержинска. И уже на 31-й минуте они открыли счет. Удар в нижний левый угол рикошетом. Мяч залетает в ворота торпедовцев. Черно-белые перешли в атаку. И уже на 40-й минуте Дэнни Далиев сравнивает счет. С левого края направо. Мяч переходит. Подключение. Удар головой и гол. 1-1. 1-1. Это Далиев. На 71-й минуте хозяева вновь перешли в наступление. По левому флангу Краснов переводит мяч. Этим воспользовался Дмитрий Хохлов. И черно-белые выходят вперед. Краснов по левой бровке. В штрафную делают передачу. Доходит пас до адресата. Сударик. На партнера низом катит. И Хохлов с линии вратарской. Уже падает. Отправляет мяч в ворота. Сумел таки. Игра проходила в тяжелых погодных условиях. Весь матч во Владимире шел проливной дождь. Наставник черно-белых Александр Горбачев отметил, несмотря на активную игру, многие атаки были случайными. Владимирским игрокам нужно доводить этот момент до автоматизма. Атака, передача, удар и гол. Это идеальная комбинация, к которой нужно стремиться. Что касается игры, поле такое, да. Дождь. Много было бы навесов таких вот такой борьбы. И тут опасность в чем? Вот как первоуголным забили, да. Ни с чего. Вот просто раз какой-то рикошетик залетел, да. Также может любой другой мяч. Длинная передача в штрафную. Кто-то ошибется и допустит ошибку, можно пропустить. Вот здесь была опасность. Комментируя итоги матча, наставник «Химика» Сергей Передмира сказал, в первом тайме его команда перешла в нападение, но оборона страдала. После перерыва тактику изменили, усилили свою часть поля, но атака не получилась. Отсюда и, конечно же, череда ошибок, и мы пропустили второй гол. Ну, считаю, что, конечно, мы не должны были проигрывать. Такая борьба была. Ну, так вы видите, футбол складывается, что если не бьешь по воротам, значит, конечно, голов не будет. Итоговый счет матча 2-1 в пользу торпеда «Владимир Черно-Белый» завершают первый круг первенства России на четвертом месте турнирной таблицы. Игорь Липский и Дмитрий Монапов. В суток, где прошел праздник «День леса», на стадионе «Красный химик» собрались представители крупных деревообрабатывающих производств и студенты лесотехнического колледжа. Для лесников летний сезон в этом году выдался напряженным. Пожарами были охвачены соседние Рязанская, Ивановская и Нижегородская области. На границе региона в круглосуточном режиме дежурили госинспекторы. Им удалось не допустить перехода огня на населенные пункты нашей области. Директор профильного департамента Евгений Малышев отметил, все это стало возможным благодаря людям, которые работают в сфере лесного хозяйства. «Скажу, что самое главное наше достижение и наша главная ценность – это люди, работающие в лесном хозяйстве. Конечно, приятнее работать, когда совершенствуется материально-техническая база. И в этом вопросе у нас есть серьезные подвижки. Мы обновили лесопожарную технику сегодня на 12 единиц. И на 12 единиц еще иной лесохозяйственной техники было приобретено. 27 единиц, вот вы видите, здесь стоят у нас лесопатрульных машин «Нивы Тревел», которые в этом году куплены в том числе и за счет беспрецедентной поддержки за счет средств областного бюджета. В этом году нам было выделено более 116 миллионов рублей из областного бюджета». Во Владимирском экзотариуме построили новый вольер для каймана, которого зовут Витя. Теперь у маленького крокодила есть удобный домик с бассейном. Любители экзотических животных провели настоящую спецоперацию. Ловко поймали крокодила, накинув ему на голову куртку, чтобы он никого не укусил. А затем перенесли крокодила в новый вольер. На кадрах видно, как Витя с радостью прыгает в воду. На поверхности даже плавает тина. Все, как в естественных условиях обитания. В вольер есть не только бассейн, но и место, где кайман может отдохнуть на суше. На этом у меня все. Спасибо, что были с нами. Выпуски новостей доступны на нашем сайте, а также на ютуб-канале. Подписывайтесь на обновления, чтобы не пропустить важные события. А если вам нужна помощь журналистов, звоните в редакцию по телефону 32-62-33. Я с вами прощаюсь. Итоговый выпуск новостей выйдет в эфир ровно в 19.00. Воль.